28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. За этим шаблонным названием кроются проблемы и вопросы, непосредственно касающиеся каждого работающего человека, независимо от того, занят ли он на производстве, в сфере обслуживания или в строительстве. В любом случае, система безопасности труда стоит на страже его жизни и здоровья. Светлана Кель продолжит тему. АТП «Север» – одно из 60 городских предприятий, сотрудники которого в прошлом году сдавали экзамен по дисциплине охраны Традана. Межведомственная комиссия оценила 29 рабочих мест на четырех выявленные вредные факторы. На одном из них трудится слесарь по ремонту и сборке двигателей Николай Короткин. Солярка, масла, солидол, смазочные материалы. Моем. Такой-то мойки нет у нас, а все вручную приходится. Потому и заключается. Во времена Советского Союза, вспоминает моторист, за вредность полагалось молоко, надбавка к зарплате и дополнительные дни к отпуску. Эти гарантии существуют и сегодня. Ну а руководство предприятия «Север» старается улучшить условия труда для своих сотрудников. В 2015 году в рамках мероприятия по охране труда было потрачено полтора миллиона рублей. За последние три года на производстве не было ни одного несчастного случая. Меняется освещение на рабочих местах, также выдаются средства индивидуальной защиты, крема, защитные работники, которые занимаются именно ремонтом, связанные с нефтепродуктами, с маслами. Улучшение условий труда и охрана здоровья работников, профилактика травматизма и предупреждение происшествий на городских предприятиях. Это основные направления работы профильной межведомственной комиссии. Безусловно, те условия, в которых мы с вами проживаем в принципе в районах Крайнего Севера, где недостаточность светового дня, где недостаточность кислорода, наверное, очень важно создать те достойные условия для человека, которые хоть на работе будут способствовать сохранению его здоровья. За 2015 год в Лабытнангах не было зарегистрировано ни групповых, ни смертельных случаев, но на производстве пострадало 10 человек. Один из случаев, который случился в 2015 году, причиной названа все-таки личная неосторожность работника. Он просто банально поскользнулся на предприятии, выходя из машины, сломал ногу. Но травма была тяжелая, несчастный случай оказался с тяжелым исходом. Поэтому внимательно надо быть на своем рабочем месте, даже по такому банальному случаю, как правильно выйти из машины. Был снег, поскользнулся, упал и сломал ногу. Наряду с невнимательностью, несчастный случай может спровоцировать и стресс на производстве. Современный ритм жизни внес это понятие в профессиональную среду. А вот Олег Гарр для себя давно решил, что лучшим антистрессом являются тяжелые физические нагрузки. Конечно, спорт вообще в этом помогает. Прихожу в спортзал регулярно, надо всем заниматься спортом. И стрессы снимают, и все. К сожалению, не каждый работодатель может открыть спортивный зал в своем учреждении. Нет такой возможности и в автотранспортном предприятии «Север». Но любой руководитель должен организовать достойные условия труда, чтобы на рабочем месте сотрудники чувствовали себя в полной безопасности. Светлана Кельмак, Семячин, программа «Время местное».